Ой-ка парашели! Не думала, что такие интересные песни можно услышать по израильскому радио. Всем доброе утро! Начинаем рабочую неделю! Поехали! Чё-то делать, чё-то смотреть и т.д. и т.в. Может быть, вы чего не знали о работе риэлтора? Ходить с перфоратором тоже порой приходится, что не сделаешь ради любимых клиентов, называется. Так, давайте вместе с вами посмотрим, что тут хозяин настроил. Построил какую-то комнату-студию. Давайте глянем. Малюшка! Называется койко-место для одиночки, у которого мало денег, но зато не с подселением, а отдельно. Это, как вы видите, опять переделанный офис под квартиру. Получается кухня такая в стороне. Да, тут для худенький проход. Так, что тут еще есть? Место для кровати и шкафчиков. Всё! Ну, конечно же, туалет еще есть. Туалет с огромным окном. Да, офисы делишь. Как получается, так и делишь. Тут еще даже есть... А, это душ такой. Прикольно! Прикольно, вы знаете. Очень прикольно в кавычках. Я не про планировку, а про цену. Потому что хозяин мне сказал, что аренда 2 500. Ну, как бы окей. Ну, как бы 2 500 окей. Чего тут скажешь? Действительно. 20 метров квартира. Давайте возьмем за нее 2 500. Эту квартиру надо сдавать за 2000 максимум. Ну, не включая там электричество и воду. Будем говорить с хозяином, если он реально хочет ее сдать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, видно. Я... Сухая, чистая и... Видно, видно. Очень хорошенькая. А, тут еще вот интернет есть. Прям Wi-Fi есть? Интернет есть. Интернет у меня... Это полуподвал. Но он стоит 2 600. Это шикарно. Тут качество супер вообще. Да. Всего. Представляете, только что показывала вам за 2 500. Вот тут такое говно. А тут посмотрите что. Ага. Давно не была в этом подъезде. Шикарный. Тот случай, когда подъезд круче, чем квартира. Очень красиво тут. Ой, какой классный подъезд. И этот творческий человек по идее русскоязычный. И что-то мне кажется, что возможно даже у него украинские корни. Раз у него там флаг Украины при входе такой стоит. Потому что хозяин этой соседней квартиры сказал, что это русскоязычные прекрасные соседи. И он работает водителем автобуса, а на досуге творит такую красоту, такое творчество. О как! Человек. Человек если хочет проявиться, он проявится. Да. Не важно какая у него там профессия. Я вот тоже типа риэлтор. Что значит типа я риэлтор-риэлтор. Но без ютуба не могу и без вас тоже. Все ладно тут. Идет девчинка. Девушка моя знакомая. Прекрасная. Прекрасная. Ты очень швидко. Поехали. Разбираю хлам перед праздником. Нашла свой штатив, который давно не использовала кстати. Надо бы уже какое-то видео интервью запилить. Есть желающие, но нет времени. Надеюсь найду. А сейчас хотела бы поговорить. Вот сейчас смотрим хорошие квартиры. Такие в бюджете пять, пять двести, четырехкомнатные. И прозванивала варианты. И сегодня прям вот там буквально десять-двенадцать прозвонила. И два квартиранта съезжают по той причине, что переезжают жить к родителям. То есть речь идет о молодых парах, которые не справляются с платежами. Которые решают подэкономить денег. И съезжают среди срока съемного жилья. Вот там прожили пять месяцев, шесть месяцев. И переезжают назад к родителям, потому что не справляются с платежами. И вот эта ситуация, это все речь идет о израильтянах. То есть о людях, которые здесь родились, выросли. Молодежь. Которые решают жить отдельно, но понимают, что жить отдельно дорого. И вот тут, если рассматривать такие варианты, когда хозяин принимает решение заселить молодую пару, так мне кажется, вот как раз репатрианты на одних весах с молодыми парами. Потому что риски практически одинаковые. Вот они прожили полгода и говорят, все, мы съезжаем, мы ищем себе замену, мы не справляемся с платежами. Понятно, что гарантии оставили, но то же самое получается иногда у репатриантов. Они также полгода там прожили, все, мы съезжаем или уезжаем назад в страну исхода. И возвращаемся к тому же корыту, что хозяину надо искать жилье. О, не жилье, а замену. Вернее, они сами ищут, хозяин помогает. Гарантии нет. Тут должно повезти, чтобы сдать квартиру и люди жили там годами-годами, это владельцу реально должно повезти. Конечно же, многие владельцы предпочитают семьи с детками, потому что тут понятно, завязка на школе, садике. Родители не хотят переезжать, чтобы дети меняли школы как перчатки. И многие вот семейные пары, они живут годами, пока ребенок не закончит там начальную школу, среднюю школу и т.д. Ну, если, конечно, хозяин не сходит с ума и не поднимает постоянно цену. Не понимаю владельцев, которые там говорят, не-не, я репатриантов не хочу, но при этом он соглашается сдавать молодой паре, которая там через полгода ему будет говорить, что нет денег оплачивать квартиру, мы ищем себе замену и будем съезжать. Если у вас в Израиле есть квартиры и вы хозяин квартиры, так я считаю, что надо брать все нужные гарантии и не бояться сдавать квартиры репатриантам, потому что они надежные. Проверено на пятилетнем опыте, опыте работы с репатриантами. Ну, молодежь, конечно, одиночки, есть за ними такое, что сегодня тут, завтра там, но семейные пары прекрасные, русскоязычные пенсионеры еще лучше, те вообще, они хлеба не доедят, но за квартиру заплатят. Ну что, хватит болтать, буду вам еще квартиры показывать, потому что собираюсь на показы. Самое красивое, что надо видеть, это вид из окна в районе Эйнайям. Ну, вид приятный, вот смотри, военный полетел, в море видно. Мне нравится, это интересная квартира, но они для этого все. Давно вам экопарк не показывала. Приехали тут смотреть квартиру одну. Когда квартиранты показывают, это просто отвратительно порой. Договариваешься с ними на точное время, они потом перезванивают и мозги делают, что вот они опаздывают, а вот они опаздывают. Сейчас вообще загнуло, что только через 40 минут может приехать. И называется, что делать, люди издалека, им некуда деваться, надо ждать. Место красивое тут, конечно, птички поют. Экопарк, квартир нет. Ну, есть, конечно, если через месяц-два заезжать, то еще есть. А если тебе надо через неделю, то уже таких вариантов считанные. То есть, один вариант на весь экопарк. Вот еще дом строят, еще появятся. Тут уже заканчивают все, тут уже все застроили. Четырехкомнатная за 5 тысяч в экопарке. Кухня хорошая там. Шикарный балкон большой. Лизук, лизук. Лизук. Красиво. В телевидении на шкафу. Давно не видела такого. Хорошенькая, очень хорошенькая квартирка. За 5 тысяч есть еще частично мебель, прекрасная. Да, с этим распрекрасным видом на Хадеру будем заканчивать этот вечер. Пришли виды сфотографировать, а не квартиру посмотреть. Пришла домой после рабочего дня. Называется, что вы знаете о нашей семейке? Ой, господи, нашли себе развлечение. Хватит, голова закружится. Ну что ж, спокойной ночи всем. Встретимся в следующих видео, но я думаю, что они выйдут уже в праздник. Поэтому хочу поздравить всех с еврейским Новым Годом. С рожга шана. Шана то ва ве метука. Много здоровья, успехов, любви, счастья, всего что надо, а главное, мира. Пока!